Добрый вечер. Мы начинаем презентацию книги Дмитрия Александровича Урушева, которая называется «Что такое старообрядчество?» с вопросительным знаком. Я представлюсь, я издатель Дмитрий Свердлов, я один из редакторов издательства «Новое небо». Мы позиционируем себя официально как издательство православное, мы не коньяне. На самом деле наша задача и миссия шире. Мы пытаемся стать сегодня в России большим и крепким христианским издательством. Сегодня то, что происходит здесь, кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но так или иначе это практическое объединение христиан, которые во многом по-разному, в чем-то схожи, но понимают все-таки с какими-то отличиями и нюансами веру во Христа. Во-первых, я хотел бы поблагодарить здесь присутствующего католика, моего друга Жан-Франсуа Тиэй, директора этого гостеприимного, замечательного места, культурного центра Покровские ворота. Для сегодня происходит презентация. И директора книжного магазина, где продается книга. Это первое место, где книга появилась завтра-послезавтра, в течение недели она окажется в лабиринте, на Озоне, в книжном магазине «Читай города», в Москве, в Библиоглобусе, во всех местах, где люди покупают книги. Но первый прием гостеприимный оказал нам Жан-Франсуа. Я человек православный для вас никоньянской культуры, тем не менее, и команда наша тоже, она из этой сферы. Тем не менее, мы являемся издателями книги, которые написал старообрядец. Для меня слово «экуминизм» носит исключительно позитивный характер, хотя я знаю, что люди, многие, скорее склонны подчеркивать различия в вере, нежели единство того, в кого мы все верим. Но вот так или иначе, факт заключается в том, что здесь у нас сегодня очень разнообразное собрание, как минимум представители трех разных конфессий, и, скорее всего, наверняка я понимаю, что из старой веры тоже, возможно, разных толков. Я не эксперт в старом обряде, в старой вере, но я предполагаю, что, скорее всего, так и есть. И я предлагаю на сегодняшней нашей встрече подчеркнуть то общее, что нас объединяет, помимо Дмитрия Александровича и его книги замечательной, но те интуиции, те ценности, тот жизненный выбор и ту веру, которая, да, у нас, скорее всего, разная, но, тем не менее, это вера в Господа Иисуса Христа. И на этом бы, я предложил бы, не обходя острых углов, но, тем не менее, помнить о том, что нас, скорее, больше объединяет, нежели чем разъединяет. Я передаю сейчас слово автору, после этого я заберу у него это слово, и мы послушаем разных спикеров, достойных, которые у нас находятся в президиуме, послушаем вопросы из зала, и, может быть, придем к каким-то новым, неожиданным открытиям, или же закрепим то знание, которое у нас есть у каждого и так уже о вере, о церквях и о жизни. Дмитрий Александрович, спасибо огромное, передаю вам слово. Да, благодарю. Мне удобнее говорить стоя и с микрофоном. О чем бы я хотел сказать, дорогие друзья? Я необыкновенно рад вас видеть в этом зале, и начинаю с того, чем обычно заканчивают. Начинаю с благодарности. Я благодарен и Жану Франсуа Терри, который нас принял в этот осенний вечер под этой светлой кровлей. Я благодарен всем, кто пришел. Я благодарен издателям. Я благодарен тем, кто меня поддерживал морально два года, пока эта книга писалась и доводилась до ума. А судьба этой книги была в каком-то смысле не очень простой, потому что, получается, заказана она была другим издательством. То другое издательство два года, очень медленно и неспешно думала и размышляла над ее изданием. Затем, когда уже вроде бы надо было и точку ставить в писании, я никак не мог найти стимул, стержень для того, чтобы сесть писать, потому что не было какого-то такого внутреннего посыла, и не было понятно, как, что, кому и о чем рассказывать. И совершенно случайно в том году на выставке «Нонфикшн» мне довелось пообщаться с читателями. У меня была такая встреча, презентация книги «Святая Русь», я общался с читающей публикой, и вдруг я понял, что, собственно говоря, вот эти люди, которые задают совершенно чудовищные вопросы, этих людей очень много, они пришли с улицы на выставку книжную, просто вот так мимо проходя, решили остановиться и послушать автора, который что-то бухтит из старообрядчества. И люди эти настолько непросвещенные и темные, что все наши ученые-штудии, которые обычно предполагаются в старообрядческих исследованиях, все отсы к литературе, к каким-то сноскам, к цитатам на языках, они для них ничего не значат, просто потому что люди находятся вне контекста этой культуры, этих штудий. И надо для этих людей находить новые ответы на новые вопросы, а вопросы задаются такие, которые сто лет назад еще никто не задавал. Я сегодня, собираясь к вам, подумал, что, а вы же действительно, сто лет назад, в начале 20 века, всем было весьма внятно, четко понятно, что вот старообрядцы это старообрядцы, новообрядцы это новообрядцы, беспоповцы это беспоповцы, поповцы это поповцы, Рогожское кладбище это Рогожское кладбище, городец на Волге это городец на Волге и так далее и тому подобное. Все это было людям понятно, и вопросов таких не возникало. Но то, что в течение почти 100 лет была разрушена преемственность поколений, духовное образование, религиозное образование в России, привело к тому, что люди появились новые, появились новые поколения, новые, скажем так, роды тех людей, для которых ничего уже не значит ни слова старопрячества, ни слова поповца, беспоповца, патриархника. Мы с этими людьми надо разговаривать по-новому. Что я услышал на выставке Non-Fiction. Замечательный, чудесный мужчина, долго жавший мне руку, скупивший все книги, попросивший на все книги автографа, потом в конце сказал, вот я старообрядец, знаете, об нём так не скажешь. Ну, бритый мужчина, там такой приятный бритый мужчина. Я, говорит, старообрядец, очень люблю слушать по телевизору выступления нашего патриарха Кирилла. Вот прямо вот кушать не могу, как люблю и слушать. Вопрос. Патриарх Кирилл не старообрядец, никакого отношения к старообрядчеству не имеет. Как можно слушать его выступление и предполагать, что он выступает и говорит от лица старообрядчества? Это вот, допустим, один вопрос, недоумение у меня вызывающее. Потом пожилая, почтенная, седая женщина, тоже купившая, подписавшая, всякие хорошие слова говорившая, сказала, вот очень я вам благодарен за то, что вы пишете о той святой русской вере, которая была у нас до уведения христианства, до князя Владимира. У меня как бы на лице недоумение, округлившиеся глаза, очки, полезшие на пол, на пол, упавшие, а потом на лоб полезшие. Я говорю, как так? Мы же вот, собственно, старообрядцы, это христианство от князя Владимира, и вот преемственность туда-сюда. Женщина была удивлена, она, оказывается, в полной уверенности пребывала, что старообрядчество – это какое-то язычество. И вот когда общаешься с такими людьми, с обыкновенными, простыми людьми, которые не специально пришли тебя послушать, которые не специально пошли и купили твою книгу, а просто ходя по ярмарке, покупая какие-то календары, покупая книги по домоводству, по календаре, о кошках и собаках, купили и твою книгу, ты понимаешь, что они, люди, вне зависимости от своего возраста, новой формации люди, и вне зависимости от своего образа жизни, образования, опять же, возраста, люди, задающие новые вопросы, на эти новые вопросы надо отвечать. Уже недостаточно, как было, например, в XVIII веке или в XIX веке, начать подробно объяснять, на каких иконах изображены двуперстия, что она обозначает, зачем она была нужна, чем она отличается от двуперстия, уже недостаточно говорить на такие церковно-археологические темы. Я замечу, при этом совершенно не нужно и вредно и опасно низводить страобрячество до какой-то церковной археологии. Я очень рад, что книга, можно секундочку, что книга издана именно в таком неархеологическом формате. Я очень рад, что книга получилась внешне живой, и я бы даже сказал так молодежной, что мы обошлись без всяких птиц, ворот, заставок, буквиц, концовок, без этих бесконечных виноградов, каких-то там листьев, которые обычно можно увидеть на книгах, посвященных страобрячеству. Попрошу вас присесть, воспользоваться вашим стационарным микрофоном. Перебью вас не случайно, потому что хочу представить художника, который делал обложку книги. Илья Соколов, мой любимый и талантливейший коллега. И, Дмитрий Александрович, мы перебьем вас как некий экскурс в дизайн и графику, послушаем обратную реплику Ильи, и снова вернем вам слово. Хорошо. Дмитрий, всем добрый вечер. Я, честно говоря, не готов, не знаю, что сказать, но как раз вот для меня... Про породу уже у всех, по-моему, сидят в печенках. И вообще оформление любой христианской литературы, православной, старообрядческой, оно всегда единообразное. Это рамочки, крамики, крестики и все прочее благочестивое. Не хватает, естественно, вот этой яркости и такой современной подачи. Но, собственно, вот поскольку я о старообрядчестве вообще ничего не знаю, и, честно сказать, книгу еще не прочел, но вот единственное, что у меня с этим астрелилось, это, естественно, Двоеперстия, Суриков, вот эти вот все такие общеизвестные вещи. Ну и вот так вот это все мои представления об этом воплотились именно в Двоеперстии. Но, собственно, вот у меня никакой больше информации на счет нет. Я Илью поправлю, Илья не может быть такого, чтобы вы совершенно не были знакомы со старообрядчеством. Это, я думаю, что некий оборот речи, потому что человек, Илья очень долго работает в сфере книгоиздания, он достаточно образованный человек, у него он обладает достаточной экспертизы в этих вопросах. Человек, который хотя бы погружен в русскую культуру, в русскую историю, он, в принципе, не может сказать, что он ничего не знает о старообрядчестве. Я думаю, что, может быть, не настолько глубоко, как автор этой книги, но совсем нуля не может быть, иначе бы и обложка не получилась, иначе бы на обложке было трое перстей, а не два перстя. Правда ли, Илья, да? Дмитрий Александрович, это, может быть, не ответ на вопрос, почему на книжке нет птичек, ворон и ворот? Ну вот традиционная книга, вот все книги, большинство книг о старообрядчестве, как правило, имеют вот такой примерный вид. Считается, что это следование традиции. Было так в XVIII веке, в XIX, XX, XXI наступил, и вот оно было, будет, вот так вот. А это вот какой-то взрыв, вот взрыв, видите? Ну, дальше. Я представлю нашего гостя, Валерий Владимирович Волков, вы хранитель, представьтесь. Валерий Владимирович Волков, заведуя библиотекой редких книг и рукописей, русской православной и старообрядческой церкви. Ну, кто бывал на Рогожском, видел колокольню. В этой колокольне находятся фонды нашей библиотеки. Собственно, сама наша резиденция нашего, вот эта библиотека, куда приходят читатели, в соседнем здании. Так что милости просим, кого интересует эта проблематика и наши фонды. Уже несколько лет мы работаем в режиме доступного, открытого читального зала. Ну, есть определенная процедура записи. И мне бы хотелось здесь включиться в наш разговор, по случаю выхода новой книги. Вот здесь я бы хотел сказать следующее. Ну, вот этот Дмитрий Александрович относится к тем людям, к тем авторам, кто не изменяет свои темы. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий мне удовольствием быть знакомым, и мы встречаемся, мне так вот близко на мероприятиях разных, и выходит книга за книгой. Я понимаю это так. Значит, по пути к истине Дмитрий Александрович очищает истину от наслоений, и каждая книга, она выходит в совершение следующей книги, какие-то новые нюансы открываются. Но в целом тема там одна и та же. Конечно, душа, сердце болит от той большой трагедией, которая случилась в 17 веке, о путях нашей церкви. И еще я хотел бы добавить одну небольшую деталь. Было помянутое имя патриарха Кирилла. Знаете, поделиться своими воспоминаниями хочу. Когда мы начали работать на Рогожском в 2004 году, Кирилл тогда еще не был патриархом, он был частым гостем на Рогожской. То есть его, как председателя комиссии по контактам со Старообрядчевым, а была такая комиссия, ему очень этот вопрос беспокоил. И он был один из тех, кто пытался организовать вот это движение, искали тогда пути взаимопонимания, то есть какой-то язык, на котором можно было как-то говорить. Он прекрасно понимал, что такое Старообрядчество, что такое Новообрядчество, что это раскол, и как он, всю степень его губительности. И даже на основе этих встреч родились положения Архиерейского собора в 2004 году. Но потом ему он вынужден был уйти оттуда, и был избран патриархом, и теперь вот эта область заглохла. Вот, увы, к сожалению. Поэтому здесь, ну, фактически это все не на таком уровне, не в таком формате, и не, я бы сказал так, каких-то результатов нет. Такое впечатление, что никаким результатом никто не стремится. Всех все как бы и устраивает. Вот так вот. Можно иными словами сказать, что диалог между РПЦ Московской Патриархией и Старообрядческой Церковью, он как-то, так сказать... Не, ну, формально существует, и я думаю, что наш современник, обратясь вот к книге Дмитрия, он, задавая вопросы, он, может быть, это будет способствовать какому-то движению. Ведь, вот смотрите, я являюсь мне прихожанином, Мещеной общиной Ржевской Патриархией и Старообрядческой общиной. Это город Ржев, 250 километров от Москвы. Ведь среди прихожан нашего храма это не те потомственные... Ну, большинство, я бы сказал, на сегодняшний день. Да, конечно, очень много тех, кто сохранил от бабушек что-то. Но очень много людей просто приходят. Они приходят не за старообрядчеством. Они приходят, им нужна чистое, незамутненное православие. На своем духовном пути где-то они уже были, и вот они вот пришли и поняли, что они пришли туда, где был преподобный Сергий Радонежский. Ну, вот мой опыт такой. Я не хочу так развивать эту тему. Это тема отдельной встречи, может быть. Но здесь мы должны и понимать этот вопрос именно так. Не как интерес к какому-то малому народу, этноконфессиональному меньшинству, а как особенностям непростой, трагической истории нашей церкви. И мы находим отражение такого понимания на страницах Дмитрия Александровича. Я так? Ну, я надеюсь, я надеюсь. Ну, вот я думаю, что может кто-то продолжит нашу дискуссию. Ну, может быть, я что-то как-то... Давай. Сейчас спикер вызывает. Сейчас определимся. Еще уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, Валерий Владимирович, что книга Дмитрия Александровича – это первый опыт такого рода издания? Я бы здесь сказал так, что опыт Дмитрия Александровича – это, может быть, один из первых опытов. Ну, если один, то, во всяком случае, это наиболее яркий, наиболее заметный. И то, что каждая книга выходящая что-то добавляет, ну, а здесь она даже и по формату, и по формлению она является необыкновенной. Давайте разберем составляющие. Я прошу прощения. Значит, вот внешняя, так сказать, ее оболочка – это заказ автора, который формулировался примерно такими словами, что книга должна быть современной, при этом она должна быть соотнесена со старообрядческой культурой, и при этом она должна привлекать к себе внимание пытливого ума. Ну, благодаря Илье, которого я представлял и вашим восторженным отзывам, я понимаю, что эта задача выполнена. А вот про содержание, про сам формат. Формат катехизиса, который изложен языком, литературным, хорошим языком 21 века. Мой вопрос заключается в этом. Вот этот формат – это первый опыт вот такой старообрядческой книги, или это, так сказать, какая-то переработка других каких-то, так сказать, уже опытов. Вот как с этим? Ну, наверное, здесь это просто, я бы сказал, что это наиболее заметный опыт. Но здесь следует добавить следующее. Следующее. Допустим, вот время, конец 19-го, начало 20-го века. К вопросам, связанным с основами вероучения, вопросами, связанным с соотношением там старообрядчества, новобрядчества, обращались авторы, которые писали таким традиционным языком, свойственным православной книжности. На наш взгляд, это вершина в нашей церкви, это творчество выдающегося сына, это Арсений Уральский. Безусловно, об этом, кстати, написано, есть на страницах этой книги. Но его ученики поняли, что аудитория требует языка современных, языка рабочих, языка тех, кто пришел в города, тех, кто... Ну вот уже другой культуры люди немножко. Ну, я не... Можно я... Восполните пробел в моем образовании? Два слова про Арсения Уральского. О, милости прошу. Ну, хорошо. Дело в том, что нас смотрят сейчас тысячи пользователей Ютьюба, у Покровских ворот огромная совершенно аудитория, и нас смотрят католики, русские, итальянцы, нас смотрят православные прихожане на московской патриархии, нас смотрят староверы, скорее всего, потому что мероприятие было анонсировано. Поэтому какие-то вещи требуют, может быть, какого-то, ну, хотя бы комментария. Епископ Арсений Уральский-Оренбургский был наиболее значительным старобереческим писателем в конце 19-го, начале 20-го века. Еще будучи мирянином, будучи секретарем московского архиепископа Антония Шутова, он уже принимал участие в диспутах религиозных и писал свои первые книги. Затем стал священноиноком, и епископом, он совмещал пастырские труды с проповедью старобрачества и с какими-то писательскими своими работами. Есть замечательные слова о том, что мало найдется в старобрачестве авторов, которые не были бы учениками прямыми или косвенными Владыки Арсений. Хотя он умер в 2008 году, если не ошибаюсь, в 2008 году, то есть 110 лет назад, все равно все старобрядцы, которые сейчас пишут, в каком-то смысле являются его последователями и продолжателями его дела, потому что он был непревзойденным не только богословом и начетчиком, но и систематизатором. Ему, его первую принадлежит чудесная книга «Оправдание старобрядствующей церкви Христовой», которая как раз в виде катехизиса рассказывает о таинствах, о том, как отличается понятие о разных таинствах и сопутствующих обрядах у поповцев, беспоповцев, у новообрядцев. И когда я к этой книге приступал, я, конечно же, имел в виду книгу Владыки Арсения, потому что рассказывать нужно именно так, как рассказывал он, четко систематизировав, чтобы читателю было понятно и удобно, яснимо этот материал воспринимать. В чем преемство? Стиль, структура, изложения, основные какие-то принципы, которые вы освещаете? Валдыка Арсений был человеком как раз невероятно принципиальным. Он за свою принципиальность, за то, что выступал на диспутах против миссионеров в синодальной церкви, даже терянному заключению подвергался. Поэтому хочется думать, что преемственность заключается в его принципиальности. Он писал языком XIX века, он писал языком, сильно зависящим от славянской традиции. Поэтому, конечно, сейчас его читать несколько тяжеловато. И неподготовленный читатель может и не осилить его. Он приводит огромные цитаты из книг на славянском языке, но в то же время он знал языки, некие древние языки, сам выучил греческий язык, приводит цитаты из греческих источников. И, памятая вот этот его пример, опять же, хотелось показать читателю, что старооброчество это не просто какая-то именно такая русскость, вот с этими рисунками, буквицами, книжными украшениями традиционным славянским языком, но это и возвращение к византии, обращение к византийским греческим источникам. И хочется думать, что когда читатель увидит в книге, допустим, цитату, которая не только дана и святого отца, но и с какими-то пояснениями, с моментами, фрагментами на греческом языке, и для того, чтобы читатель смог понять цитату, прочесть про себя и прочувствовать, дана транскрипция этой цитаты, то есть читатель не остается один на один с греческим языком. Хочется надеяться, что в этом такая преемственность с Валдыкой Арсением была выдержана. Ну и, конечно же, безусловно, все его богословские взгляды, все его представления о том, что старообреческая церковь, естественно, церковь Христова, они в этой книге вполне отражены, хотя между мной и Валдыкой Арсением в настоящем 110 лет разницы и пропасть необыкновенная во времени в духовном смысле пропасти никакой совершенно нет. Я себя чувствую его учеником таким же, как будет, допустим, Федор Ефимович Мельников и епископы Накинтиусов. Ну вот здесь я хотел бы как раз добавить по поводу развития вот этой мысли, что за Арсением Муральским как раз шли Федор Ефимович Мельников, Иннокентий Усов, потом Иван Акимович Кириллов, они уже писали другим языком, языком, свойственным современнику, на том языке, на котором было это более понятно. То есть, это время. Это конец 19, начало 20 века, вот этот период расцвета, золотой век старобрячества, как говорят. Поэтому перед нашим сегодняшним автором стала такая же задача говорить на том языке, на котором говорит то наш современник, воспитанный в той информационной среде, в которой мы все существуем. Это особый язык нашего современника. Он даже отличается от того языка в какой-то степени, на котором писали последователи Арсения Уральского. Слава Богу, Дмитрий Александрович это уловил и реализовал в своих книгах. За это и благодарны. Я хочу общими с вами усилиями сформулировать эту простую мысль в предельной такой ясности, что на сегодняшний момент книга Дмитрия Александровича Урушева «Что такое старобрячество?» Это единственный прецедент в 21 веке систематического и краткого изложения основ православия скажите, как правильно сказать старой веры и основ старой веры. Здесь я все-таки поправьте. Но мы будем надеяться и думать, что и другие авторы поднимутся и возникнутся. Пока поднялся Дмитрий Александрович Урушев. Пока получается, что в общем-то... у нас ведь есть и современная журналистика. Кое-кто из наших современных журналистов, работающих на стыке старобрячества и общества, присутствуют и здесь. и у нас выходят журналы, газеты, высокого качества. Но ведь только... Я думаю, что книгу Дмитрия Урушева я даже недавно встретил в одном из серьезных магазинов книжных магазин Кириллица в Твери. Единственная книга среди тысячи других книг, которые там находились, была книга Дмитрия Урушева, под другим названием предыдущие. Это очень важно, что книга это, наверное, единственный случай, когда книга преодолела какие-то внутри конфессиональные границы. Как я говорил, у нас на Рогожском большое количество книг. Приходите, берите, работайте, но зайдете в Тверской магазин в городе Тверь, в центральный магазин, вы найдете по-востарбай, что книгу только Дмитрия Урушева. Я хочу представить еще, благодарю вас, нашего гостя, которому, видимо, есть что сейчас сказать, именно сейчас, Романа Александровича Майорова. Попрошу Дмитрия Александровича представить Романа Александровича публике. Я думаю, что Роман Александрович очень хорошо известен публике. Это кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея, специалист по истории стареобрячества, как раз человек во всех отношениях замечательный, представитель академической, хорошей научной школы, занимающейся изучением стареобрячества вот именно периода 19 века, начала 20 века. Правильно, Роман Александрович? Да, совершенно верно. Благодарю, Дмитрий Александрович. И продолжая то, о чем сейчас Валерий Владимирович говорил, на самом деле хочется отметить, что совершенно верно было отмечено, вот когда мы говорим о своих журналистах, популяризаторах, о своих публицистах, которые действуют внутри церкви, это один формат. Но для того, чтобы прочитать их труды, в основном нужно хотя бы немножко уже знать о стареобрячестве или по крайней мере им интересоваться. Вот Дмитрий Александрович это та дверь, его книги та дверь, которая может открыть для совершенно светского человека тему стареобрячества. То есть человек еще не знает на самом деле понравится ему стареобрячество, не понравится, он просто интересуется допустим какими-то религиозными направлениями. Эти книги они доступны людям совершенно внешним. И это очень важно, что эти книги они действительно продаются не только в лавке на Рогожском или там у нас в Никольском храме у метро Белорусска у Тверской заставы, но они идут в совершенно светские магазины, где собственно человек, который выбирает, чтобы ему почитать, может найти эти книги. Вообще я хочу еще сказать, что Дмитрий Александрович является лектором наших курсов или вечерней школы при храме святителя Николы у Тверской заставы. И не каждую среду он выступает, мы собираемся каждую среду вообще-то, но достаточно часто он выступает, он очень популярен у наших посетителей, у наших слушателей, а надо сказать, что курсы у нас открыты, не обязательно быть старообрядцем, чтобы прийти и слушать, любой человек может прийти, и приходят к нам не только старообрядцы, действительно, приходят и единоверцы, приходят и новообрядцы, приходят и люди просто интересующиеся. И чем Дмитрий Александрович всегда выигрывает тем, что он может сложные темы объяснить совершенно таким простым языком, не вульгаризируя тему, не уходя от темы куда-то на такие популярные примеры, а именно просто излагая ее на том уровне, который доступен слушателям. Дмитрий Александрович сказал, что были у него читатели, которые сказали, что книги его очень сложные, но мне на самом деле таких не встречалось, в основном люди наоборот говорят, что это очень просто, доступно, но при этом очень важно, что, казалось бы, те темы, которые для нас в трабляческой среде известны, они подаются на таком фоне, который доступен любому человеку, взявшему книгу. Сегодня ситуация с знаниями в принципе о религии не особенно хорошая, если мы с вами будем слушать телевизор, мы там такого наслушаемся, вплоть до того, что здесь по одному из центральных каналов Паттайарх Русской Древле Православной Церкви был назван Паттайархом Древлян, по логике есть еще митрополит Вятичий или какой-либо духовный наставник Каевичи, это полное незнание. Если уж центральные каналы не могут разобраться в таких темах, что уж говорить о простых людях, Дмитрий Александрович уже говорил про то, что к нему подходила женщина, я был свидетелем в общем-то, и стала благодарить его за то, что он возрождает историю древней веры. На самом деле вот эта путаница, видимо сознательно, кстати, сделанная родноверами, тем, кого мы традиционно называем неоязычниками, она сегодня очень серьезная, то есть в интернете достаточно написать слово старовера, вам тут же будут писать, что староверы это на самом деле не старообрядцы, это совсем разные вещи, а это вот некая древняя вера, и я с этим встречался даже среди работников культуры, то есть мы ездили в Сибирь по приглашению красноярских старообрядцев, там есть такие замечательные дни русской культуры в Красноярском крае, и мы поехали в провинцию, в такой достаточно глухой район Красноярского края, где встречались с деятелями местного отдела культуры, то есть это библиотека, это учителя, и они с удивлением говорили, а что, староверы и старообрядцы, это же совершенно разные вещи, вы вот кто, вы же вот христиане, вы старообрядцы, а вот еще староверы есть, вот у них же совершенно там перун там, ну или кому что нравится, да, то есть даже на уровне в общем-то людей, которые получили определенное образование, образование в своей культуре, эта проблема есть, я уж не говорю, что я как сотрудник музея очень часто сталкиваюсь с тем, что люди не знают таких терминов, как там протопоп, допустим, да, то есть казалось бы известных, ну каждому русскому человеку вроде даже странно, да, протопопа вакуума, или как обычно светские люди говорят о вакуума, да, вроде все как-то и слышали, но в то же время, да, а сегодня есть тоже протопопы, да, и начинаешь объяснять, что это вот протеарей, так назывался, что да, там, вроде чего-то начинает вставать на свои места, но каша страшная, и вот эта книга, она конечно поможет разобраться во многих вопросах, причем я хочу подчеркнуть, что, ну, Дмитрий Александрович, у нас вообще можно сказать два основных направления до этого времени развивал, с одной стороны, это популяризация истории, старообрядчества, причем я скажу именно вот с упором на популяризацию, потому что научных книг так или иначе много, но вот книг доступных, да, не старообрядцам, или там какой-нибудь новосибирской школе, или там московской школе ученых, да, действительно сегодня очень мало, и вторая тема это тема сказок, которые Дмитрий Александрович очень любит, он автор замечательной сказки «Звезда Альтавир», и насколько я знаю, эта тема продолжается, сказки тоже будут развиваться, а вот здесь третье направление, здесь, конечно, история тоже есть, ну, в таком катехизисе просто без истории невозможно, но здесь есть именно катехизические указания, то есть, почему староверы используют форму проосфора определенную, почему староверы пишут имя Иисус с одной и, да, казалось бы, вроде бы элементарные истины, но если мы с вами будем говорить с простыми людьми, очень многие этого не знают, спрашивают, и вот эти вот смыслы, восьмиконечный крест, форму проосфоры, которые для староверов очень важны, они здесь раскрываются, и раскрываются абсолютно не сложно, доступно, вот, но и еще, как бы... Я прошу прощения, Роман, можно я вас перебью в подтверждение того, что вы говорите, у меня высшее богословское образование русской православной церкви московской патриархии, и я не считал себя несведущим человеком, в отличие от Ильи, нашего прекрасного дизайнера, который расписался полностью в невежестве, но мне казалось, что я что-то все-таки имею представление, я подтверждаю, что действительно Дмитрий открыл глаза на какие-то моменты, которые, в общем-то, оставались как-то за рамками, и не обращал я на них внимания, да, но я получил достаточно исчерпывающий ответ, и я подтверждаю тем самым вашу реплику. Ну и еще немножечко тоже об оформлении, то есть о том, что уже в общем-то было озвучено, но тем не менее хочется сказать, что страдайчество, оно в общем-то по 90-м годам, по 2000-м годам является весьма и весьма привлекательным для молодежи, то есть молодежи у нас все-таки по крайней мере в таких храмах столичных и храмах крупных городских центров достаточно много, и часто это люди, которые приходят со стороны, или там они знают, что у них предки были староверами, но не имеют прямой преемственности какой-то, на самом деле среди этих людей достаточно много людей с неформальным мышлением, не стоит думать, что староверы это такие люди, которые вообще не читают там какую-нибудь постмодернистскую литературу, не в курсе того, что происходит в области современной музыки, можно к этому по-разному относиться, но это факт, это факт того, что так или иначе современные молодые старобряцы, они с контркультурой, с современной культурой, с различными скажем так непопсовыми направлениями культуры хорошо знакомы, и поэтому в общем-то мне кажется, что даже странно, что до сих пор не было книги для старобряцев, которая оформлена действительно в таком неформальном стиле, вот мне особенно здесь нравится такое вот изображение, какой некий, мне кажется, похожий на дядю Федора из Простоквашина, молодой человек, вот он как бы вопрошает у Дмитрия Александровича, собственно говоря, что же есть старобрячество, и Дмитрий Александрович этой книгой пытается на этот вопрос ответить, и в этом плане мне хотелось бы выразить такую оптимистическую волну такую внести, вот Дмитрий Александрович часто расстраивается, какая-нибудь книга что-то залежалась, не продается, потом сразу продалось сто экземпляров, но вот что-то сегодня мало народу на лекции пришло, наверное, это никому не нужно, на самом деле вот то, что такие книги выходят, и то, что мы сегодня видим уже даже здесь в первый день продаж народу немало, мне кажется, что есть повод для оптимизма, есть повод для дальнейшей работы, для продолжения разработки темы, так что хочется поблагодарить Дмитрия Александровича, сказать по-старобряческий «Спаси Христос», и конечно, надеюсь, что работа будет продолжена. Да, благодарю, Роман Александрович, я хочу заметить одну такую вещь, настолько меня уела вот эта реплика женщины о том, что вы старообраться сохранили язычество, которое было до князя Владимира, что я специально главу 12-ю посвятил этой теме современному язычеству, поскольку я занимался этим вопросом достаточно серьезно, изучал, например, всестороннюю Велесову книгу, и даже там писал о ней, то писать на эту тему мне было не то, чтобы легко и приятно, но, во всяком случае, очень интересно. И поскольку современное язычество, появившееся всего-навсего лет 20-15 назад, восходит полностью к западному духовному течению Юл-Идж, то вот я и пытался объяснить, что никакой старой верой нынешнее язычество не является, и когда родноверы называют себя язычниками, они просто называют себя староверами, они пытаются просто на себя чужой хорошо зарекомендовавший ярлык навесить. Ну и с этим надо бороться. Я надеюсь, что вот один из таких ответов язычникам, которые, как я понимаю, весьма активны в интернете и в жизни реальной, будет вот эта книга. я надеюсь. Мне кажется, даже в реальной жизни их меньше, чем в интернете, а в интернете на самом деле это огромная повета, и так же, как новая история, пересмотренная, альтернативная так называемая история, это уже не какой-то там Фоменко с Носовским, это уже огромное количество вывешенных роликов, которые очень часто затрагивают вопросы веры, и, конечно, в этих роликах говорится о том, как жуткие христиане убивали таких светлых и замечательных староверов, которые на самом деле были весьма не такими пушистыми и совсем не староверами. Причем, обратите внимание, что здесь есть такие параллели, вот как тем, кто после церковного раскола столкнулся с тем, что пришлось отстаивать основу чистого незамутненного вероучения, это я имею в виду братьев Денисовых, они подробно на страницах своих книг, вот в частности «Поморские ответы», разобрали вот эти подложные, казавшиеся тогда фундаментальными работами «Требник феогностов», «Деяние анаэретика Мартина», вот такие ключевые документы, которые были подсунуты для того, чтобы подорвать старую веру. Точно так же здесь случай с этим неуязычеством, там, «Велесова книга», такого же плана, памятник, который требует такой же работы, академик творогов на непокойный посвятил статью основательную в трудах отдела древнерусской литературы, где он подробно объяснил, что такого языка быть не могло, на котором написана эта Велесова книга, это стопроцентный подлог, но тем не менее мы заходим в магазин и видим, я как-то в Петербурге несколько лет назад зашел, целый стеллаж уставлен этими книгами, и ничего, запросто все это идет, улетает. И что несколько обидно, издательства, крупные издательства, которые, допустим, даже те, с которыми я имел возможность сотрудничать, они одинаково издают и книги о старообрячестве, и Велесову книгу, и каким-то там песня птицы Гамайон, и руководство по аронам, и руководство по вот этой псевдоистории, про всевозможных томасов, и древних хористов, и все это издается в одном ключе, все это издается в одном потоке. Конечно же, этот поток информации, как читатель может понять, где ложь, где истина, и разделить, что издательство не разделяет для него пищу отравленную и не отравленную. Я вот очень рад, что «Новое небо» появилось в такое издательство, которое хочет именно разделить эти потоки и идти в потоки светлым. Так что желаем... Не все согласятся, потому что первый прецедент мы создали православное, новообрядческое издательство, издало старообрядческую книгу, мы издавали католические книги отца Романа Скальфи «История католической церкви». Я думаю, что многим, многим восприняем это не как позитивное явление, а как негативное. В этом вопросу точки зрения. Я бы хотел сконцентрироваться, попросить сконцентрироваться не на негативной повестке, она позитивная. И вот то, что Роман Александрович сейчас оборонил, о том, что, может быть, это одна из первых каких-то попыток, и вот, может быть, она вырастет в какие-то другие проекты. У меня по этому поводу к уважаемым коллегам есть вопрос. Но перед тем, как я его задам, я бы хотел передать микрофон в зал, и, может быть, послушать вопросы из зала, и попросить наших дорогих гостей попробовать на них ответить. Друзья, если, я точно знаю, что у моего друга Леонида Виноградова, журналиста, есть вопросы, но, может быть, я готов передать микрофон кому-то еще. Тогда, Леонид. Частично мы с Дмитрием Александровичем уже это обсуждали, но хочу, поскольку я думаю, что большинство, если узнавали о старообрядчестве и современной культуре, то, наверное, есть замечательные идеологии Мельникова-Печерского в лесах и на горах, где там, с одной стороны, он, конечно, показан с любовью, с большой, особенно купцы-старообрядцы и красивый мир. С другой стороны, Мельников-Печерский был таким борцом с расколом и критиком, ну, старообрядчество, и вот поэтому вот это знакомство, поэтому, наверное, хотелось, чтобы вот мнение другой стороны услышать. Ну, я... Интересно, потому что, ну, для нас наиболее, потому что житие протопопа Аввакума, оно, конечно, замечательное, но таким языком написано, что я не уверен, что многие его читали, а вот Мельников-Печерский больше народу будет читать. Я об этом как раз продюсовую книги и написал, о том, что когда-то для меня его книги Мельников-Печерского стали настоящим откровением. Я с удовольствием их прочел, и именно через них я открыл для себя Мельников-Печерского. Но сейчас, сейчас я понимаю, что на самом деле это карикатура. Очень ярко нарисованная, намалеванная всевозможными липоватыми красками, но на самом деле это не эпос, как иногда пытаются сказать, русский эпос, попытка создания такого своеобразного национальной эпопеи своеобразной, а это все-таки карикатура, потому что Мельников был чиновником правительственного по борьбе с расколом, и те негативные образы, да, с одной стороны, он изображает купцов, какие они были богатые, порядочные, какие они были крепкие хозяева, хотя как раз про порядочность он их не говорит, он вот показывает их богатство и житейский успех, а потом он пишет о том, как эти купцы едут в женские монастыри, а женские монастыри старо-браческие, это такие элитарные закрытые публичные дома, потом они едут из этих монастырей в мужские монастыри, а там пьянство, там отец Архимандрита, отец Игумен пьют с утра до ночи и почуют гостей, и мало того, что в мужском монастыре печатаются фальшивые деньги, и купцы этим ничем не брезгуют, и все это Мельников Печерский преподает на таком замечательном блюде, украшенном петрушкой, развесистой клюквы и прочими лаптями, и от его чтения с одной стороны дух захватывает какие волжские просторы, какие леса и горы, а с другой стороны человек следующий понимает, какая жуткая карикатура, когда он, например, рисует приезд в монастырь женский проповедник в Белокринской иерархии, и когда в самом омерзительном свете эти проповедники представлены, и над ними все издеваются и усмехаются, и конец книги-то каков, да, я, к сожалению, уже точно не помню за давностью лет, но типа вот главные герои, они уже склоняются к переходу в синодальную церковь, и главные героини, если не ошибаюсь, венчаются в единоверческом храме по единоверческому обряду, то есть Милников-Печерский замечательно, но судить о нем о старообрячестве то же самое, что судить по войне и миру о войне 12-го года, или то же самое, что судить в эпохе Петра I по роману Петра I чудесно, великолепно, замечательно, но это билетристика, это художественная литература, и она не претендует на истину. Это, конечно, менее известно, чем его диалогия замечательная, но очерки Поповщины есть как раз публицистика. Да, очерки Поповщины это такая... Ваши мнения. Очерки Поповщины как исторический источник весьма ценны, но не будем забывать, что Милников пользовался какими-то другими документами, на которые он не ссылается. Например, у него и у книги старобраческого автора Ксеноса и Ириона Кабанова «История ветковской церкви» явно одни источники по истории ветки. И описывая, допустим, ту же самую ветку, описывая какие-то события, которые там происходили, он позволяет себе всевозможные насмешки, он позволяет себе какие-то намеки на то, что старобраческие священнослужители были нечистоплотны, и корыстны, и переходили старобрачество из синодальной церкви бегового попы исключительно ради денег, а потом ради денег возвращались назад. То есть, с одной стороны, он дает какие-то любопытные материалы, но их надо воспринимать крайне осторожно. Надо понимать, что перед нами чиновник, который получал деньги за то, что боролся с расколом, как тогда говорили. Поэтому все это надо через сито отцеживать. Когда у него, например, обыкновенное обвинение всем старобрачцам приписываемо – это пьянство. На кого он в очередь их поповщины не покажет пальцем, все у него пили запоем, и пропивались, и Христа пропивали, и ради водки были готовы отказаться от веры, от всего, чего угодно. друзья мои, нельзя же так односторонне смотреть на вещи, нельзя же верить, что вот эти образы пьющих, допившихся до какого-то невероятного состояния попов и иноков, что эти образы не есть карикатура. И потом, если эти люди были такими, что у них руки тряслись и без стакана перед литургией, они и литургии служить не могли, то почему же тогда эти люди в конце концов пошли на муки у многих из них и не отказывались от своих убеждений и потом принимали участие в поисках епископа, надо тогда признать, что Мельников-Печерский дает картину не вполне верно. Единственное, находится где-то по середине. Поэтому вот очерки поповщины я расцениваю как занятный исторический источник и очень полезный, но как только мы там читаем какие-то склоки и сваря между, допустим, попами на Рогорском кладбище, мы сразу должны понять, перед нами человек, который получал деньги за то, чтобы это все изобразить. Мне однажды, когда я работаю в университетской библиотеке, попался книжка. Середина, наверное, 19 века, 50-60-х годов. Книжка маленького формата, в половину этой книги, наверное, по размеру, тоненькая, написанная явно с расчетом на то, что будут ее покупать дешевую и простенькую, люди простые, может быть, помещания или деревенские жители. Вот там некий продолжатель Мельникова-Печерского рассказывает такую историю, как он, барин, едет на коляске, въезжает в Москву, подъезжает к Москве и по дороге к Москве встречает некого странника, который куда-то придет. Он, значит, проявляет в Болгородство и великодушие, сражаясь странника на свою коляску и везет. И он начинается разговор. «А куда ты, дедушка, придешь? А вот приду я на Рогожское кладбище. А ну, я тебе подвезу, там высажу, засталу. Да, спаси Христос, милок, я пешком по бреду. А что у вас там, дедушка, на Рогожском кладбище? А вот у нас, говорят, архиепископ Антоний появился». И потом дальше начинается разговор, где просвещенный, образованный барин, едущий откуда-то из Подмосковья, разговаривает архиепископ Антоний это, в общем-то, не архиепископ Антоний, а ряженный приказчик Гучковых. И то, что старообрачество это все ложь, и дед его слушает, и соглашается, и варежку раззевает, и уже потом о Рогожское кладбище сходить не хочет, а говорит, вези мне милок прямо там, не знаю, в Крыму, в Успенских соборах, хочу бы сильно присоединиться к Синодельной церкви. Вот, ну что это, исторический источник, но ни в коем разе, карикатура, да, памфлет, да, публицистика, да, как некий антистарообраческий штрих, его можно добавить в картину. Пропаганда. Да, пропаганда, в конце концов, но мы должны с вами понимать, что на таких книгах, тем более, что в наше время появились люди, желающих реанимировать, далеко не уедешь, и не о том, чтобы о диалоге, а даже не о каких добрососедских отношениях нельзя говорить, до тех пор, пока в умах у людей еще все это продолжается, что Ярожская ковальбича гнездо раскола, митрополит Корне... Я слышал такие мнения, я не то, что сейчас вам говорю какие-то фантазии, что старообраться сектанты Гажа-Баптистов, что митрополит Корнили сектанты Раскольник, пока люди так думают, ничего хорошего не будет, ни для России, ни для русского народа, поэтому и нужны, мне кажется, книги, которые бы рассказывали, но без навязчивости, и не превращая оппонента в карикатуру. Вот было сказано в самом начале о том, что надо говорить, потому что нас объединяет. Как раз очень важно говорить уважительно со своими собеседниками, не плюясь, не тыча пальцем, не крича, погляди на себя, на кого ты похож. Вот мне хотелось бы, чтобы такая книга стала не последней в череде диалогов, разговоров, посвященных старообрачеству. Здравствуйте. Хотел бы заметить, ну, просто у меня близорукость некая, я вот смотрю на книгу, и тут такой прямой вопрос автору, Урушев, что такое? И я не знаю, насколько это случайно так было сделано или осознанно, но, по крайней мере, вот хочется спросить, Дмитрий Александрович, вы сами решили написать эту книгу или был какой-то заказ? У вашего труда есть какой-то рецензент или, не знаю, какая-то цензура, или это ваше личное мнение по поводу заявленной темы? Заказ был сделан два года назад издательством Н. Потом издательство Н, как говорится, ушло в нити. И после того, как книга два года лежала в виде компьютерного файла и распечатанных листов на столе, под столом и так далее и тому подобное, все-таки она нашла своего читателя и своего издателя, что самое главное. Рецензенты были в лице старообрядческого духовенства, которое очень положительно о книге отозвалось, и очень приятно, что такие молодые и активные люди, как, например, священник Иоанн Курбацкий, из Каллогии высказались весьма положительно и дали самые высокие оценки. Ну и, конечно же, то, что не смогший присутствовать здесь отец Алексей Лопатин настоятель нашего храма Никольского на белорусской книгу очень высоко оценивает, это все мне душу необыкновенно греет. Поэтому, конечно же, в старообрячестве нет духовной цензуры, нет такого штампа, одобренного синодальным моделом по печати, но, конечно, цензура была, замечания были сделаны, учтены они были, и благодаря тому, что именно священники книгу через свои сердца пропустили, она, мне кажется, только приобрела и стала от этого еще лучше. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, путешествуете ли вы по современным старообрядческим местам, не могли бы вы их перечислить и сказать, наблюдаете ли вы жизнь современных старообрядцев, не собираетесь ли об этом написать, и, может быть, вы какие-то признаки назовете современных старообрядческих семей, может быть, много детей, может быть, они какие-то другие совсем, другое образование дают детям, но, может быть, вы что-то знаете, это много сразу вопросов, но, простите. Как-то даже неловко отвечать на вопрос заданный собственной женой, наблюдали ли я старообраться в быту, естественно, в быту я хорошо, вопрос от народа, вокс-пуполь, естественно, мы уже все живем в некоем обществе и соприкасаемся друг с другом не только в храме, не только по духовным делам, но и по делам светским, поэтому, конечно же, люди наблюдаются и видятся не только за службы в храме, но и вне храмовых стен. Сразу надо сказать, почему я, когда говорил о новых вопросах нового поколения, я еще хотел бы добавить, что на эти новые вопросы надо по-новому отвечать, потому что старообрядцы уже стали новыми, старообрядцы не такие, какие они были сто лет назад. Рухнул то традиционный уклад, та крестьянская община, деревня, то мещанское квартальное поселение, которое было еще в начале 20 века. Люди зажили по-новому, люди ездят на метро, люди ездят на своих машинах, летают на самолетах, люди посещают все концы вселенной, появляются старообрядцы не только среди русских, но замечательные примеры, появляются старообрядцы в Уганде и в Пакистане общины старообрядческие. Этим новым людям уже практически не имеющим никакой преемственности, кроме может быть какой-то не всегда внятный, ощутимый, семейный и слабо выраженный культурный с тем, чтобы в начале 20 века надо говорить по-новому, люди новые. Старообрядцы живут точно так же, как все, никакого быта особого старообрядческого нет. Я помню, когда я в университете учился, это было для меня таким несколько неприятным откровением, о котором я всегда рассказываю. Меня спросили мои однокурсники, а вы старообрядцы вообще маетесь? Потому что по их понятиям старообрядцы не маются. Старообрядцы это такие люди, которые живут в лесу. А, еще мне спрашивают, а помните всего лифтом? Странно, почему я не должен помнить лифтом живем на 15 этаже? А можно прямой ответ на этот вопрос? Вы как только уклончиво отвечаете? Про лифт вы пользуетесь лифтом? Естественно, пользуюсь лифтом. Ну что же я? Я же не спортсмен на 15 этаже пешком ходить по нескольким разам. Я иронизировал. И вот такие представления о людях. Что старообрядцы? Это такой немоющийся человек, который руководство приотирает. На ногах у него лапти, надетый на босу ногу. Что там еще должно быть? Я не знаю даже. На шее у него обязательно литой крест латунный, килограммов на 15, килограмм на 15. Подружка у него какая-нибудь книга засаленная типа Кирилловой книги или книги о вере, говорит обязательно старообрядец окуя. Не окуя старообрядец не говорит. Он настоящий так старообрядец как из деревни то проедет, так он всегда окует. Он на вокзале то выйдет, так все не окует, так он сразу растерянся. Они все окуют, а не окуют. вот если так себе старообраться представлять, это чудесно, это замечательно. Может быть, в Сибири, где-нибудь в Тайге действительно живут такие люди, которые кедрые колачивают. Но мне представляется, что в городе, а сейчас большинство населения России живет в городе, таких людей мы не увидим. И живут старообрядцы одинаково, как все. И семьи старообрядческие одинаковые, точно такие же, как у всех. Потому что, с одной стороны, говорится о том, что традиционная многодетность сохраняется, сохраняется приверженность вот этому старому, скажем так, смело деревенскому окладу с большим количеством чад, но мы понимаем, что жизнь, она идет вперед, и городская жизнь, она отличается от жизни деревенской, где не было необходимости иметь 15 детей, чтобы там пять человек пасли коров, пять человек пахали, пять человек по воду ходили. Жизнь, она по-своему распределяет все. И, конечно, многодетные семьи, они есть, многодетные семьи, но, скорее, это для не городских условий, по-разному. не городских условий, а вот это специально, для того, чтобы сделать приятно, для того, чтобы была самоидентификация, самоидентификация, и чтобы зрители не путались, да, то я приду в каком-то там свитере, например, а вот ах, то и то, да, и не локает, и в руках не сморякается, вот как, понятие, что он стрябряется, поэтому я косоворочку надел и пояском ее припоясал, так пояском, вот туисок только не взял, было лайку, дома оставил, и медведя на пячи, но медведь, он потом подойдет, я думаю. Вот. Александр Александрович, я просто хотел краткую ремарку сделать, вот вы упомянули Меленького Печерского, да, говорили о творчестве, я просто хотел спросить, а как вы вот еще относитесь к творчеству Лескова, он такой вот все-таки русский писатель, вот он все-таки о России писал, и я просто помню свой опыт, когда еще учился в школе, вот был старшеклассником, мне было 16 лет, мой первый опыт был знаком со старообрядчеством, да, вот как бы коснулся, через повесть Лескова «Започленный ангел», да, и там с большой симпатией «Започленный старообрядца», и как вы относитесь вот к Лескову и к его творчеству, он очень русский вид писатель. Лесков я очень высоко ставлю, гораздо выше Меленького Печерского, потому что если Меленького Печерского был просто талантливый чиновник, который вот пописывал свободное от разгрома скитовое время, а мы должны помнить, что Меленького Печерского разгромил по-русски скиты, между прочим, да, то Лесков был настоящим писателем, который прошел увлечение Левом Толстым, который прошел такое многообразное, сложное духовное гарнило, и даже не запечатленный ангел, мне кажется, а старообрячество лучше всего рассказывает его соборяне. В соборянах старообряции представлены более, на мой взгляд, внятно, и мало того, когда он пишет эту замечательную область, героическую фигуру протопопа Савелия Туброзова, он прямо списывает ее с протопопа Аллакума, потому что знаменитые слова, когда супруга проражает Туброзово на эхиорейский, сотовую эхиорейскую темницу, он садится в коляску, и взявшись за бред коляски, говорит, все, жизнь кончилась, началось житие. Вот, собственно, это прямая отсылка протопопа Аллакума. Но, конечно, Лесков – это великая вершина, и вот Роман Александрович сказал, что я на сказки покусился и стал грызть сказочный камень. Вот, конечно, без Лескова и его языка, и его левши, и его трепетного отношения к народу, к образу странника, к очарованному страннику писать на русскую тему и на русском языке смысла не имеет. Лесков – это… Мельников-Печерский – это, скажем так, автор второго ряда, если не третьего, а Лесков все-таки автор первого ряда. Ну, здесь нужно отметить, что, на самом деле, Лесков очень хорошо был знаком со старообритической проблематикой. Опять же, как чиновник, он ездил в Аигу, и есть у него особое исследование, брошюра, посвященная образованию у беспоповцев аишских. К сожалению, это образование как раз было прервано, он к этому весьма скептически относился, зафиксировал эту ситуацию. Поэтому этот человек, который не фантазировал, а знал старообрядцев. А насколько Лесков хорош в том плане, могут ли соборяне продаваться в лавке на Рогожском кладбище? Ну, соборяне вряд ли там могут продаваться, потому что это художественная литература, где старообрядцы упоминаются просто, скажем так, походи. Описывается разорение старообрядческой часовни в Староигриде, описывается о том, как вызвали пожарную команду, и из разоренной часовни выносят икону Богородицы, и старик несет лампаду, его поливают огнем из пожарных шлангов, а лампада не горит, и ставят ее на месте разоренной часовни перед иконой Богородицы, и ветер дует, и лампаду не гасит. Вот, собственно говоря, это немного из старообрядческих моментов соборяна, но это просто художественная литература, которая, в отличие от запечатленного ангела, не так погружена в старообрядческую тематику. Я думаю, что соборяне на Логожском колоббище вряд ли могли появиться в лавке. Запечатленный ангел. Видите, там конец такой для старообрядцев неутешительный. Они все покаялись и пришли все на Дальнюю Церковь в конце. Вряд ли такой конец тоже может быть рассчитан на массовые читатели. Все-таки на Логожском колоббище в лавке должна быть та литература, которая всеми читателями, всеми покупателями, прихожанами Логожского колоббища будет воспринята одинаково. И не воспринята как конструкция к действию, и тем более в ней не будет какой-то подвощ. Потому что с чем знаменитый облачевский читатель? Тем, что он любит искать подвох и подводные камни. Вот хлеба не корми, а дай поискать какую-нибудь ложку дегтя в бочке меда. Вот поэтому тут с читателем надо быть осторожным. Дмитрий Александрович, а вы готовы к критике вашего труда со стороны единоверцев? Я всегда готов. Я понимаю, да. Я как раз наоборот критики очень подчистую жажду, потому что добрые, хорошие слова, которые говорятся иногда просто вот потому что надо сказать по знакомству или приятству. Это одно. А когда тебе говорят, а вот тут ошибка, а вот тут можно было глубже капнуть, а тут ты повторяешься. Это совсем другое. И так иногда бывает, что даже критика, она более полезна, хотя и менее приятна, чем слова похвальбы. А нет ли у нас в зале желающих покритиковать творчество Дмитрия Грушева? Резонно. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какое у вас личное отношение и в старообрядчестве в целом, вот в частности, белокрининской иерархии, к таким святым, прославленным в новом обряде, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, Пелагея Рязанская. Какое у вас отношение, воспринимаете вы как святые? Ну, личное такое отношение ваше. Это первое. Второе, какое отношение у вас и у ваших людей, в частности, вот на Рогожке, к проблеме кодификации, чипизации, выстраивания нового мирового порядка и проблематики вот этого надвигающегося антихриста. Что вы думаете по этому поводу? Я благодарю нашего гостя за вопрос, но я бы хотел первый вопрос отвести априори. Та интонация нашей встречи, которую я анонсировал, это непреложное условие ее. Это поиск общего, а не поиск различий. И поиск и концентрация на общем, то, что объединяет нас здесь собравшихся, а не концентрация на различия. Дело в том, что мнение староверов в отношении святых новообрядческих, оно достаточно известно, и я не думаю, что мнение Дмитрия Александровича как-то будет идти в разрез с мнением церкви, которое он здесь представляет, в частности. Поэтому для того, чтобы нам не зайти в деструктивную дискуссию, я с вашего позволения прошу прощения этот вопрос отвожу, но вы можете это обсудить с Дмитрием по окончании нашей встречи. А в отношении новых технологий и чипизации, информатизации это очень любопытный вопрос, который дискутируется и в новообрядческих кругах. Поэтому если у вас есть что сказать, то мы с удовольствием послушаем. У меня никакого своего мнения на сей счет нет, потому что я никогда в эту тему не погружался и на сие предметы не думал. Но вот у нас сидит в президиуме отец Кирилл, который до сих пор еще не имел возможности выступить, который, как я знаю, следит за развитием всевозможных технологий и вопросов с ними связанными. Может быть, если не на этот вопрос, то на какой-то вопрос более близкий к нашей теме отец Кирилл выскажется. Я бы очень хотел его услышать мнение уваженного отца Кирилла, знаменитого спикера как раз. Я прошу прощения. Мы не игнорируем отца Кирилла ни в коем случае. Мы приблигли его в конце для того, чтобы отец Кирилл как-то подвел, может быть, какие-то итоги нашего обсуждения и резумировал, и направил, может быть, ваше творчество, в том числе в будущее. Поэтому обязательно отцу Кириллу достанется почетное место человек, который завершит эту дискуссию. Прежде чем я дам слово отцу Кириллу, у меня к вам вопрос такого исторического и творческого характера. Несколько раз было сказано о том, что традиция прерывалась в той или иной форме. Да, Роман Александрович об этом говорил, вы, Дмитрий Александрович. В двух словах, не в четырех, а в двух, что было со староверами с 1917 года по 1998? Ну, я думаю, по 1988, когда все-таки Роман Александрович всколыхнулся, религиозная свобода подняла и старооброчетно на своих волнах, мне кажется, шел процесс такой своеобразного вымирания. И связан он был не с вымиранием религиозным, а с вымиранием в полной мере социальным. Время, как я уже несколько раз сказал, деревня. Вот у Виктора, отсутствующего здесь, Боченкова, есть книга о Калужском старообрачестве, о том, что в начале 20 века множество храмов было построено в Калужской области, в деревнях, где жили староверы. Сейчас все эти деревни заброшены, никто там не живет. От храмов, в лучшем случае, остались сориенированные стены. И вот это именно убывание деревьев, от севера до юга Лосеи, расказачивание, раскулачивание и прочие процессы, они, конечно, затронули старообрачество. Потому что старообрачество в каком-то смысле основывалось на трех К, на купцах, казаках и крестьянах. Или можно даже сказать на кулаках, на богатых крестьянах. И революция вот этот базис подорвала. Представляете, Рогожская крадочина в Москве, где были собраны многомиллионные святыни, оклады, мощи, иконы, древние книги. Вот люди, занимающиеся хранением и изучением богатства Рогожской крадочины, не дадут соврать. За всем, где стояли, Ребушинский, Морозов, Кузнецов. Что с ними стало после революции? Эмиграция в большинстве случаев, или вымирания потом при советской власти, или же слияние, затеревание на общем социальном фоне. Пропадают все эти люди, которые могучими своими финансовыми плечами поддерживали старую веру, пропадают, соответственно, и типографии, и институты, и училища, и монастыри. И не только из-за того, что исчезает финансирование, но советская власть, душа, и духовную жизнь, и светское церковное образование тоже уничтожает. Поэтому произошел, начался процесс вымирания. Может быть, это вымирание никогда бы не дошло до конца, но тогда бы был процесс стагнации, печальный процесс стагнации, когда старопрочество свелось к тому, что некоторое количество семей продолжали бы молиться в некотором количестве храмов, священство и без попросту духовную наставничество передавалось опять же внутри определенных семей, и в конце концов все бы это выглядело такое дело семейное. Люди, которые приходили в старопрочество в 70-80-е годы, рассказывали, что старопрочество, увидев новопришедших людей, ужасно пугались. А если мы возьмем фотографии 50-60-х годов, то мы увидим, что совершенно нормальная была картина, гладко выбритые в пиджаках и галстуках певчие на Логожском кратбище. Сейчас, конечно, все это представить невозможно, а тогда это был такой стиль жизни, данность такая была. И, наверное, в этой данности быстропрочество законсервировалось, и было бы интересно уже только, конечно, ученым, археограф, археологом. Дмитрий, а было ли место индивидуальному подвигу? Мы знаем, что старобрядцы претерпели много гонений в силу досадных обстоятельств истории Российской империи. Было ли место подвигу в советское время среди староверов? Ну, безусловно, сон новомучеников, епископов, священников, иноков, принявших мученичество за старую веру, он огромен. Я думаю, речь идет о тысячах людей, погибших за именно старую веру, хотя советская власть и лукавые всех репрессировали за антисоветскую агитацию, за антисоветскую пропаганду. Один из самых показательных примеров это епископ Геронтия Ракомкин. Почему показательный пример? Он написал воспоминания, как он уже немолодой человек, епископ Петроградский, стробряческий, был как японский шпион осужден на 15 лет логерей, получил максимальный срок. Он весь этот срок отбыл. Когда он освободился, шла война. Он не смог вернуться ни в епархию, никуда. Он остался там, где он отбывал срок и работал санитарем в логерях. Он все это подробно описал в своих воспоминаниях. И воспоминания многие раз печатались, создавались к ним отсылал. картина там жуткая. И как люди сохранили веру, сохранили самих себя в этих ситуациях, в этих тюремных застенках, в этих лагерных бараках, это удивительно. И таких подвигов и примеров было великое множество. Вот епископ Геронтий это епископ нашей церкви, а беспоповцы часовные, которые пострадали на Алтае, на Урале от советской власти, а беспоповцы, которые пострадали в Прибалтике, вот Роман Александрович лучше меня может рассказать, знаменитый Заварёка, могли подумать, что Заварёк, Иван Никифорович, специалист по древнерусской иконописи, литературы, собиратель книг, в Риге живущий, да, в Риге ли он, в Риге, да, потом окажется в советском лагере и потеряет там ногу на болотах и лесоповалах, да, а это вот совершился, это было, но человек, кстати говоря, не озлобился, хотя он должен был ненавидеть эту светскую, советскую власть, которая его сделала инвалидом и лишила всего, он был большим другом академик Лихачева, большим другом Пушкинского дома, хеографической комиссии, и всегда, когда была у него возможность приобрести, подарить интересные рукописи, всегда это делал и помогал Пушкинскому дому, но вот я как раз бы хотел, чтобы Роман Александрович немножко о заволоке сказал, как о таком ярком примере, можно дать слово? А я сейчас я предварю рассказ Роман Александровича вопросом все-таки, а кто-то у вас о них пишет, об этих людях? Безусловно, их жития и пишутся, исследуются, изучаются, и в том плане написания огромной всеобъемной истории стареобрядчества от апостола Андрея и князя Владимира до нынешнего дня, до стрелёв в Уганде и Палестине. У меня и эти стоят параграфы. Как раз в книге Святая Русь описано и житие епископа Геронтия, и других людей, которые пострадали за веру в 20 веке. Есть ли какой-то кодекс памяти, такая белая книга староверов советского времени? Сейчас я скажу, вышла книга «Русская Голгофа», правильно я говорю, название, которая посвящена погибшим во время репрессий старообрядцам. Там есть про епископа Рафаева Валапаева статьи про местоблюстителя Викентия, про Валдуку Геронтию. Вот опять же, к изданию этой книги не я прикладывал руку, поэтому не могу рассказать о ней подробно, но такая книга есть, да, и память есть, и тысячи от большевиков, пострадавших в календаре, есть, и служба составлена, и отдельная память есть святители. Мало того, я сам лично писал канон Святому Геронтию Ракомкину, где как раз его лагерные страдания, матарства перечисляются, и как раз хорошо было вспомнить его английские слова о том, что он в лагере, будучи санитаром, заботясь о больных, заботясь о вечных, исполнил ангельские слова, всем был как раб, да, кто хочет быть первым, да, будет раб, всем слуга, вот такое тоже есть. Дмитрий Александрович, спасибо огромное, исчерпывающие вопросы, и в завершении нашей встречи я бы хотел предложить слово нашему высокому почетному гостю, отцу Кириллу Сахарову, для того, чтобы он поделился с нами своими мнениями, и может быть, резюмировал, результаты нашей встречи. Мне понравился стиль нашего ведущего, который постоянно инициировал импульсы, которые будировали сидящих в президиуме, и обеспечили живое интересное общение в этом прекрасном зале, который был достаточно наполнен людьми, пришедшими на презентацию. Сам факт презентации я расцениваю как солидный поступок, потому что любое дело, которое может рассчитывать на успех, оно начинается благословясь и помолясь, а по окончании его благодарение Богу прежде всего и презентация, как подведение итога, так сказать, некоторая передышка, анализ, живой диалог с читателем, это очень важно. что касается героя нашего вечера, несомненно, это человек огромных энциклопедических познаний в самых разных областях, и что очень важно, эти познания не лежат в нем тяжелым академизмом, который дает на гора какие-то малопонятные широкая аудитория вещи, а он актуализирует то огромное бесценное наследие дореволюционное в виде собеседований, диспутов, которые проходили в 19 веке и так далее. Это очень важно, потому что без этого мы просто не сможем приступить к этому массиву документов и как-то себя обогатить этой ценной информацией. Поэтому то, что в очередной книге Дмитрий Александрович так сбалансировано, продумано, освещены темы, так сказать, всеохватно. В то же время можно было бы неоправданно расширить, например, говорится только об одном Таинце Крещения как ключевом. И здесь, конечно, проблема острейшее погружение при Крещении. Таинце, как известно, 7. Если окажем Таинце писать, то это уже будет катехизация, это уже будет неоправданное расширение, выход за рамки поставленной цели. Хочу сказать, что упомянутая лекция на белорусской, которую часто читает Дмитрий Александрович, они отличаются большой живостью. Наш лектор очень дисциплинирован, он начинает вовремя и заканчивает ровно к перерыву перед очередной лекцией. И тематика лекции на белорусской, она выходит за рамки, допустим, вот этого круга вопросов, которые обозначены в оглавлении данной книги. Например, можно услышать очень интересный рассказ о славянском язычестве, услышать, как развенчиваются мифы тех, кто его сейчас поднимает и, так сказать, явно искусственно накачивает. Можно услышать лекцию на тему тургенев и старобрячества или, скажем, о жизни индейцев до испанского завоевания. Там даже могут быть цитаты на индейском языке отдельных племен. И вот закажущаяся внешней, суровой внешностью, Дмитрия Александровича обманчивой. Скрывается очень мягкий человек, очень добросередечный, доброжелательный, интеллигентный, общительный. И это все у него сочетается органично, со спокойной уверенностью, принципиальным подходом. Вот. И это, конечно, подкупает. Что еще хотел сказать? Но книги предыдущие в чем-то повторяются, немножко формат меняется. Хотелось бы какой вектор видеть в дальнейшем творчестве? Хотелось бы, например, познакомиться с галереей портретов старообрядческих деятелей, не обязательно принадеятелей, каких-то священников ревностных, каких-то мирян примерных, чтобы нужно было бы на их, так сказать, примерах тоже как-то обогатиться и так сказать, проникнуть в их интересный захватывающий интересный внутренний мир. Я хочу поблагодарить Дмитрия Александровича за его большой труд, важный для нас, актуальный труд, пожелать ему новых успехов в его трудах и, наверное, призвать, кто еще не был на лекциях на белорусской, услышать этот живой рассказ про кички, который не сопровождается подглядыванием конспект, и это журчащая речь, так сказать, без каких-то остановок и клякс с таким легким, легкой грассировкой, она как-то завораживает и ну забываешь, так сказать, время, можно слушать и час, и два, и три часа. Вот. Спасибо, Христос, Дмитрий Александрович, успехов, помощи вам Божьей. Спасибо, Христос. Дорогие друзья, я думаю, что на этом можно завершить нашу встречу. Единственное, напоследок, я хотел оставить анонс, в конце этого года, 18-го года, в издательстве Новое Небо выйдет продолжение старобреческой сказки «Звезда Альтаир», вторая часть, которая называется «Два брата». Автор Дмитрий Александрович Урушев, которому мы благодарим за его замечательные труды, за встречу и всех гостей, и всех, и всех гостей. Спасибо вам. Всех, Христос. АПЛОДИСМЕНТЫ